Девушки отдыхают Прямо сейчас, в этот самый момент, они незримо присутствуют рядом с нами. Почти полтора миллиона видов объединены в самостоятельное, ни на что не похожее царство. Царство грибов. Что такое грибы? Над этим вопросом очень многие ученые задумывались в течение многих лет, столетий даже. Даже здесь, в чистой лаборатории, мы бережем воздух, где должен быть операционный. Все равно здесь что-то мы сможем найти. Изучая грибы, ученые находят лекарства от болезней, создают новые продукты питания и открывают каждую жизнь. Грибы Грибы самые необычные организмы на Земле. Откуда они произошли, до сих пор точно не установлено. Раньше изучением грибов занималась флотатика, но к растениям грибы не имеют никакого отношения к организму. Хотя некоторые признаки, характерные для флоры, имеются у представителей всего грибного царства. От аппетитного шапиньона до незрачной плесни. Крепки, подкрыты оболочками, как у растений, шпавера, ведут прикрепленный образ жизни. На этом спорство грибов с растениями заканчивается. С животными грибов гораздо больше волшеба. Самый эффективный поиск родства – это очность не внешнего грибина, не морфологии, не фенотеи. Если заниматься, работая по грибино-систематике, так называемой, то оказалось, что грибы не имеют никакого отношения к растению. Удивительно, но в клетках грибов присутствует даже хитин. Вещество, свойственное только насекомым. Неподобно живым существам, грибы не участвуют в фотосинтезе, питаясь тем, что есть, под нужным кормом. Причем делают они это весьма своеобразно. Когда мы проглатываем пищу, то через просвет кишечника выделяются ферменты, которые разрушают сложные вещества пищи. Но более простые, которые устрашиваются через кишечник, разрушаются по всему организму. Так вот, у грибов эти вещества... Несколько гектаров. Это значит, что в соседнем лесу можно срезать гриб из того же семейства, что растет у вас под крыльцом. Грибы, это не только, как называется, не только кишка вывернута, но это еще и насос. Они развивают давление, ну, например, где-то в среднем 2,5-2,5 атмосферы. Ну, как давление, хорошо накаченное велосипедной шины. Такая мощная пищеварительная система необходима мицеллию для того, чтобы вырастить плодовые тела. Именно их мы привыкли называть грибами. Дерево яблоня, вот это вот аналог самого дерева яблоня, это мицеллии у грибов. Но на яблоне растут яблоки, а на мицеллии растут плодовые тела. Для чего они нужны? Так же, как и плоды у растений, они нужны для размножения. Процесс переработки и усвоения грибами питательных веществ происходит с огромной скоростью. Лучший там, например, дрожжи. Самый необычный представитель грибного царства. В отличие от своих собратьев, дрожжи не имеют четкой постоянной формы. Тем не менее, это дынь. Убражения не что иное, как процесс пищеварения дрожжи. Они буквально набрасываются на питательную массу. Переваривая компоненты теста, дрожжи выделяют углекислый газ. Те самые кусочки, которые делают хлеб воздушным. Но с недавних пор этот гриб используется и в научных лабораториях. Их используют для получения целого ряда лекарственных препаратов, а именно рекомбинантных лекарственных препаратов. То есть использование методов генной инженерии. Для этого в клетку дрожжей внедряют определенный ген, часто в ДНК, в полочных векторах. И эта молекула ДНК уже отвечает за синтез определенных нужных нам веществ. Несколько десятилетий назад дрожжевые клетки стали использоваться в молекулярной биологии в качестве модели для проверки воздействия новых лекарств. С их помощью были получены очень важные препараты. Например, интерфероны для лечения вирусных инфекций и онкологических заболеваний. Дрожжи не единственный вид грибов, который используют. Они из десятки, сотни тысяч. Речь идет о пенициллине. Первый густой антибиотик был получен из блесневых грибов вида пенициллин. Откуда я взял свое название? Антибиотики являются продуктами жизнедеятельности. Так же, как органические кислоты. Грибы, развиваясь на питательной среде, специальной питательной среде, выделяют продукты жизнедеятельности. Они называют продукты метаболизма. Среди них могут быть и антибиотики, витамины, некоторые ферменты. Сегодня антибиотики производят из синтетических компонентов. Это удобнее и дешевле. А главное, снижает вероятность аллергических реакций. Но сама возможность появления современных антибактериальных препаратов это заслуга грибов. Ни плесень, ни дрожжи, а более привычные для нашего глаза грибы тоже приносят немало пользы. Либофлавин – это всем известный витамин В2, который, естественно, очень важен для организма и является коферментом, кофактором многих биохимических процессов организма. А рецитин – это сложный эфир жирных кислот, в основном фосфолики. Они также необходимы для любого живого организма и участвуют в деятельности и нервной системы, и печени, и многих других органов человека. Если одни грибы полезны, то другие могут быть смертельно опасны. Грибы, развивающиеся на насекомых, на насекомых, на паукообразных. Это очень интересная группа, очень специализированная. То есть есть те, которые только на муравьях, те, которые только на клопах, скажем, травяных, на пауках и так далее. Грибные споры всегда присутствуют в воздухе, в котором мы дышим. Они есть практически в любой точке планеты. Даже в Антарктиде, хотя и в очень малых количествах. Грибы, они вообще очень толерантны, то есть устойчивы к очень большому кругу различных условий. Например, они могут расти при очень низких температурах. Есть грибы, которые могут развиваться и плюс-плюс-сорока градусов и так далее. Полностью очистить воздух от грибных спор практически невозможно. С определенным их количеством человеческий организм давно научился справляться. Но увеличение числа грибов, в таком случае, грозит катастрофой. На производстве медицинских препаратов с грибами борется штат микробиологов. У нас существуют нормативные документы, на которые мы ориентируемся. Вот в воздухе производственных и на поверхности помещений, на руках рабочего персонала, грибов быть не должно. Так как лекарственный препарат принимает больной человек со слабым иммунитетом, то вот поэтому и происходит такое ограничение, чтобы не получить дополнительную нагрузку. Максимальная истерийность соблюдается не только при производстве лекарств. В защите от грибов зачастую нуждаются сами грибы. Поэтому в шампиньонных фермах тоже предпринимаются повышенные меры безопасности. Стерийный мицелий мы выращиваем в таком истерильном модуле. Для чего нужен стерильный мицелий? Для того, чтобы не было никакого заражения, чтобы грибы были качественные, чтобы грибы росли вовремя и грибов было много. Для промышленного производства грибов стерильные боксы жизненно необходимы. Если не соблюдать абсолютную чистоту, шампиньоны и вешенки на прилавках магазинах могут стать небезопасными для здоровья. Поэтому все поверхности, каждый инструмент и каждая емкость обязательно обрабатываются. Уже через неделю после пересадки в каждой из этих чашек вырастет мицелий. Через 7 дней чашки с мицелий вытроиобретут следующий день. Спустя 2-3 недели эта пушистая субстанция превратилась в несколько килограммов грибов. Точно так же выращивают все грибы, которые можно разводить в искусственных условиях. Правда, таких грибов очень мало. Почему вместо шампиньонов на фермах не разводят плодосины или воровики? Этим вопросом задаются все грязники-любители. Оказывается, некоторые законы природы современной наука пока победить не в состоянии. Это явление, симбиоз, один из вариантов симбиоза. Когда грибы грибов в корни растения возникает контакт между клетками и происходит обмен различными веществами между растением и грибом. Такая взаимосвязь называется микориза. Это результат многовековой эволюции всего растительного и животного мира. Сейчас 85% всех растений на планете зависят от грибов. И от этой зависимости они только выигрывают. Получили преимущество в процессе эволюции. И это сейчас, потому что усваивают такие растения минеральные вещества и воду значительно эффективнее, чем растения без механизмов. Кроме полноценного питания, грибы дают растениям защиту от своих собратьев-паразитов. Микоризные растения почти не подвержены корневой гнили и другим заболеваниям, которые могут вызвать грибы-паразиты. А некоторые растения вообще не способны выжить без помощи гриба, например, орхидеи. Здесь перед нами находится гибридный фаленопсис. Это культурный сорт. Обратите внимание на его корневую систему. Как вы видите, корни этого растения очень толстые и не особенно обильно развиты. Это показывает то, что в данном случае большую часть своих питательных веществ растения должно получать от состоящегося в симбиозе гриба. Цветов настолько мелкие и слабые, что им просто не хватит всего на полноценный рост. Без грибного партнера семер быстро погибнет. Можно сказать, что за счет микроскопических грибов, которые даже невозможно обнаружить при отсутствии микроскопа, растение получает возможность для своего роста и развития. И, собственно, видно, насколько это растение сильное, крупное, мощное листье, достаточно мощно развитый цветонос. И все вот это, собственно, благодаря микроскопическим точным грибам. Сами грибы в такой же степени зависят от растений. Под осиновик и под березовик не зря получились по награду. Именно эти деревья вступают в симбиоз с грибами. А грибы, в свою очередь, не могут вырасти без их поддержки. Эти связи настолько сложные и крепкие, что даже выкупов пласт измисной цели белого гриба вырастить хоть что-то себе на обед не удастся. Самый такой яркий пример это трюфели. Их культилируют, но так как они тоже являются грибами-корезообразователями, для этого специальные такие опытные лесонасладения закладывают, где эти грибы именно в союзе с деревьями растают, образуются в окладовое тело. Потому это продукт очень высокой стоимости и более дешевый в союзе никогда. Утимительно, например, все грибы в сортении и его